привет вы друзья это видео дополнение моему вчерашнему ролику которую я выпустил 1 августа 2022 года так на всякий случай если вдруг кто-то будет очень потом перед большой промежуток времени смотреть на сегодня 2 августа 22 года это ролик по трагедии связанной гибелью восьмилетний насти муравьева в тюмени который должно было закончиться по сути наказанием виновного то есть должен был вынесен быть судебный приговор но что-то пошло не так и появились некоторые фрагменты видео с камеры которая якобы находилась внутри того подъезда куда зашла насти муравьева и больше оттуда не выходила я и оттуда ее ну через запасный правда выход вынес уже получается виталий бережной как нам объясняют поэтому и нет видео как он выносит коробку то есть появилось видео как он заносит коробку а видео как он ее выносит нет потому что он пошел через запасный выход но у меня тут сразу возникает вопрос а зачем выходить через опасный выход и и совершенно в другом направлении когда рядом там есть также камыши вода но иди туда там скидывает ну да ладно я сейчас не об этом хотел сказать я обратил внимание во первых ну откуда мол запись с камеры камера то откуда появилась вот этот ответ очень важен для нас потому что если там стояла камера на тот момент когда туда заходила настя муравьева то должно было быть видео как она заходит там видно лестницу по которой она могла подыматься и спускаться и именно под этой лестницей был найден ее телефон то есть все равно где-то там далеке мы должны были бы увидеть ну или следователи по крайней мере как виталий березной перехватывает настю муравьеву и куда-то ее там заводит оттаскивать заманивает не надо хотя бы общается с ней ведь он же рассказывал что она сидела на этой лестнице а он ее пьяный увидел ну и позвал к себе и вот оттуда важный момент так камера там во первых было или нет во вторых когда она была поставлена предыдущем видео я обратил еще внимание на некий знак d по нему хочу дать некие пояснения посмотрите у нас есть видео запись без вот этого надписи без накладки вот этой до честный детектив там накладка есть на другом видео где виден знак d она видео дежурной части там такое светлое пятно скорее всего это полы то есть камера она под самым потолком и там отверстие действительно в двери у нас теперь точно это известно понятно то есть фото есть видео мне прислали для ознакомления да там есть некая ты даже не дверь я так понимаю а просто вот какие-то две деревянные створки или две деревянные панели и через камеру видны видимо полы а почему же тогда буква d появилась как-то ну на отверстие она не могла появиться понимаете в воздухе ним не нарисуюсь все дело в оптическом обмане ну вот если присмотреться вот этой картинке к этому скану с наложенной надписью то можно заметить что вот эта черная черта она как раз и пересекает вот это отверстие и создает некое искажение от чего появляется буква z действительности еще раз повторяю там просто сквозное отверстие там ничего нарисовать невозможно так что с буквой z мы разобрались это никакой не надпись это фактически обман однозначно но с камерой все еще не понятно потому что у меня есть записи спасибо ну тем кто их предоставил потолка том месте где должна быть камера но вот если так вот посмотреть ну как бы камера явно не наблюдается есть какие-то непонятные места вот тут кто-то такое что это тоже не ясно могла ли здесь находиться камера но пара курсу она все-таки скорее ближе к двери вот когда заходит но виталий березной с коробкой как нам говорят следователи практически со спины он снимает ну чуть-чуть можно быть с смещением то есть камера находится практически над дверью но над дверью никаких следов присутствия камеры нет даже если она там была ее кто-то демонтировал ну там на должно остаться место под ее в монтаж получается что камеру значит не было вот этой камеры на на видеонаблюдение потом она появилась засняла когда заносят коробку виталий березной и опять исчезла что если вы скажете но следователи могли изъять эту камеру там для каких-то нужд изымать камеру никакой нужды нет снимается видеозапись камеры а сама камера пускай висит кому она мешает опять возникает вопрос так была она или не было неужели нельзя вот как-то точку в этом поставить ведь если там была камера там наверняка есть какой-то ответственный не на управляющая компания какая-то и в этом доме ведь давно за кто-то быть какое-то лицо который точно может сказать устанавливать там видеокамера или не устанавливал где записи хранились откуда они изымались чем проблема я не пойму по моему это дело там 5 минут выяснить этот вопрос но почему-то никто его выяснять не торопится но это очень важно но если защита виталия березного считает что это фальшивка что это подделка ну вот вам как бы и карты в руки доказывайте что камеры там не было и все и тогда это видео уже может восприниматься совершенно по-другому но эти камеры устанавливаются потом убиралась но это на другой вопрос тогда вроде все сходится действительно получается он заходил с коробкой и камеры его зафиксировал но вот такой момент я хотел бы еще вам уточнить показать эксклюзивные кадры как каком состоянии сегодня находится потолок над этой дверью но и подсказать наверное кому-нибудь кому-либо вот вам пожалуйста возможность как следствию возможно поставить все точки на над и если там есть сомневающиеся сказать да ладно вот она была вот доказательства установки камеры да так и защите предъявить факты подпасовки если таковые имели я еще кое-что заметил еще будет добавка по вот этим роликом который неожиданно у нас всплыли но это немножко другой раз подписывайтесь не забывайте оценивайте мое видео пишите комментарии очень полезно очень важно почитать комментарии с вашими мыслями ну и до новых встреч друзья